Также есть предварительные цифры и от Центра избиркома. По ним у Геннадия Зюганова 17,89% голосов избирателей. Напомню, что в бюллетенях для голосования фамилии кандидатов на пост главы государства располагаются в алфавитном порядке. Таким образом, получается, что фамилия Геннадия Андреевича Зюганова вторая. И вот по предварительным данным Центра избиркома и предварительным данным Экзакулов, такое же второе место у него пока и в предвыборной гонке. Анна. Наташа, большое спасибо. Наталья Литовка с последними новостями из штаба Геннадия Зюганова. По данным ЦИКа к этой минуте, напомню, он получил около 18% голосов. В России на сегодня проживает больше 108 миллионов человек, имеющих право голоса. С учетом россиян за рубежом, заявить о своей гражданской позиции сегодня могли почти 110 миллионов. По всей стране работали около 100 тысяч избирательных участков. Больше всего в Центральном федеральном округе. По закону, на территории каждого избирательного участка должны быть зарегистрированы не больше 3000 избирателей. В Москве свои двери открыли около 3400 участков. В Санкт-Петербурге больше 1800. Самое маленькое количество участков, 51, организовали на территории Ненецкого автономного округа, где проживает больше 30 тысяч избирателей. Также участки сегодня работали в местах временного пребывания избирателей. Это больницы, санатории, железнодорожные вокзалы и аэропорты. Военнослужащие голосовали на территории воинских частей, а моряки, которые уже давно в рейсе, прямо на своих судах, где тоже заранее организовали избирательные участки. Свои голоса отдали также жители отдаленных и труднодоступных районов страны. Там сейчас подводят итоги, в том числе и досрочного голосования. Для его проведения использовали переносные урны. Потом их опечатали, а вскрыли только сегодня. Итак, на первые объявленные ЦИКом результаты отреагировали в штабе Владимира Путина. Руководитель штаба Станислав Говорухин делает заявление. Помните, месяца два назад Владимир Владимирович, что-то там ругая своих министров, сказал дословно точнее такую фразу. «Вы знаете, – сказал он, – что я тоже баллотируюсь с президентом Российской Федерации. И не исключаю вероятность того, что выиграю эти выборы. И вот тогда я вам…» «Вот сейчас я вам могу сказать, что эта вероятность увеличилась, скажем так, мягко. Владимир Владимирович опережает ближайшего соперника почти в четыре раза. Ну, подождем результатов окончательных, поэтому не будем сейчас обо всем этом говорить. Я хотел бы вам… Хотел бы только поблагодарить камеры нас видят, поблагодарить всех, кто болел за нашего кандидата, голосовал за него. Ситуация…